Я приветствую вас, дорогие братья и сестры! Хочу предложить одно место Священного Писания. Сегодня уже его читали, да и все места, которые повторяются, уже прочитаны. Захарий 9.9 Ликуй от радости, черь Сиона, Торжествуй, черь Иерусалима, Сецарь твой грядет к тебе, Праведный, спасающий, кроткий, Сидящий на ослице и на молодом ослице сыне подъяремной. Вы знаете, братья и сестры, я сегодня утреное собрание слышал, вот так сейчас наблюдаю за всем залом, мы так как-то скучаем. Ну, повторение одно и то же, братья много не могут открыть что-то новое, а тем более это событие такое очень короткое, если там Рождество, можно там перейти на волхвов или на пастухов, там на Симеона, на Анну, ну, такая распространенная тема. Или Рождество, там и волхвы, там и пастухи, а здесь все как-то вот один стих и все, и что-то, и мы повторяемся. Может быть, мы еще проповедники такие, не можем туда заглянуться поглубже. Я просто хочу так вот, ну, пройтись по этому празднику, пройтись. Я хочу сразу заострить ваше внимание. Вот это место, которое я сейчас прочитал, оно было написано до того, как оно случилось, примерно 500 лет. 500 лет. Вот за 500 лет пророк Захария назвал детали, братья и сестры, я подчеркиваю, он назвал детали, которые должны точно исполниться. В этом суть, братья и сестры, подлинности Библии. В мою бытность, когда я был вот таким молодым, нам вот это советские атеистические времена говорили, то что вы там, вот люди, когда исполнилось, они взяли попы и написали, вот вам и Библия, а вы верите этому. Они так и говорили, вставки христиане делали. Я как-то уже говорил, в 1947 году на берегу Мёртвое море один мальчик-пастушок, он пас своих коз, и вот пасёт там это кумраны, такие горы, пещеры, и потом кинулся одной козыне стало. Ну где она? Туда, сюда. И он тогда стал заглядывать в пещеры, может куда-то она в пещеру, а они глубокие, он берёт камушки и бросает в пещеру. Ну, коза сразу выскочит, не выбегает, и вдруг в одной пещере он почувствовал звон. Ну, естественно, может быть, клад, это Близний Восток, он туда в пещеру, и стоят такие большие глиняные кувшины. Их там было много. Он растерялся, берёт палку, разбивает один вот этот кувшин, а там в свороче свернута кожа, это свитки были. Это свитки священного Писания, которые были сокрыты. Ну, говорят, что это Иссеи прятали от римлян. Мы сегодня это не можем установить. Он ещё посмотрел, второй разбил, везде свитки. Он отломал ещё кусок кожи, у его дяди был сапожник, может быть, говорит, на подмётки придёт. И прибежал к дяде, дядя посмотрел, говорит, она уже такая ломается. Братья и сёстры не обратили внимания. И случайно один приезжий с Европы археолог, он на базаре увидел кусочек этого, и он задрожал. Он понял, что это подлинная историчность. И когда стали искать, бедуины, узнав об этом, ринулись в эти пещеры, они стали искать, разламывать и продавать по маленькому кусочку. Братья и сёстры, это стоило больших денег. Собрали эти кусочки, сидели целые институты Америки и Европы и склеивали. И оказалось, это Библия, ветки завет. Братья и сёстры, они точно установили, точно установили, что она написана была ещё до Христа. И тогда встал вопрос все эти атеистические бредни, басни, что-то попы туда вставили. Они рухнули. И Библия утвердила свою подлинность. Поэтому то, что мы читаем, это подлинно, за 500 лет было предсказано. Помните, Христос сказал, ни одна иота, ни одна черта не пройдёт, ежели не исполнится. Это надо, братья и сёстры, иметь такую смелость сказать. Это надо иметь божественное видение и власть сделать такое заявление. Поэтому я бы хотел сегодня вот это место понемножку пройти. Вы знаете, братья и сёстры, вот мы говорим, торжественный. Да, это торжественный был. Но давайте посмотрим, как люди в то время встретили вот ученики Христа этот праздник. Я открываю Евангелие от Марка, 10 глава, 32 стих. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, это вот они приближались, и Иисус шёл впереди их, слушайте внимательно, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Вот, братья и сёстры, ситуация с учениками. Если вы помните, помните, когда Христос ушёл из Иудеи, потому что Иудеи вокруг Иерусалима, они всегда домогались до Него, они искали где-то уловить Его, они хотели, они приняли решение в несколько раз убить Его. И Христос тогда уходил из Иерусалима и возвращался в Галилею, где Он проводил больше проповеди. И вот помните, когда там Лазарь заболел, и Марфа и Марии послали письмо, «Вот кого ты любишь, любишь, болен, ну, приди, помоги». И написано, он пробыл ещё несколько дней, и потом, говорит, «Встаньте, пойдём в Иудею». Они говорят им, «Давно ли Иудеи искали убить тебя, и ты теперь снова идёшь туда?» Ученики стали возражать, «Господи, куда мы пойдём?» И вот в это время, когда они шли, вот этот, перед торжественным, перед этим шумом и криком, вот, братья и сёстры, они ужасались, они были в ужасе. А Христос, как нарочно, ещё сказал, «Вот что будет, оплюют, убьют меня» и так далее. Я хочу показать состояние учеников в это время, когда они приближались к Иерусалиму. Оно не было таким восхитительным. Они были в страхе слова, ужасались. Это я представил, сейчас кто-то нападёт, сейчас кто-то. Это ужас наполняет их. Вот в таком состоянии они приближались. Я хочу сказать, братья и сёстры, когда мы видим, на этой же неделе, он там был, за шесть дней написано, пришёл Иисус. И в конце этих шести дней, помните, когда он был в Гефсимании и молился своими учениками, после как они совершили тайную вечерю, там написано, находясь в Гефсимании, он начал ужасаться и тосковать, и сказал, «Душа моя скорбит смертельно». Это состояние, братья и сёстры, этой недели, этих шести дней. И вот в этих шести днях ужаса, страха, переживаний, вот это вошло событие, торжественный въезд в Иерусалим. Я хочу обратить внимание, братья и сёстры, удивительное событие с поиском ослицы и осла. Вы никогда не задумывались об этом? Вот идите, вот то селение, вот братья и сёстры, Христос был всегда с людьми. Ученики неотступно следовали, они, он не мог, ну, кто-то скажет, да, Христос тихонько там, раньше пришёл, договорился с кем-то, вот, приготовьте мне ослицу, осла, вот придут люди, заберут, и всё, посылает, идите-то. Ничего подобного. Он идёт, он идёт в Иерусалим, с Галилеей, он не договорился, и говорит, когда вы войдёте, вон там, впереди вас селение, вы увидите ослицу, откуда он знал это? Как он мог это видеть? Братья и сёстры, обратите внимание на детали. Захария говорит, ослица и молодой осёл, сын под Яремной. Это не просто стоять, привязана ослица, рядом молодой осёл, а этот осёл должен быть непременно сыном этой ослицы. Так сказал Захария. И когда мы видим братья и сёстры, это точное исполнение. Ну, представьте, я вот сейчас сижу и скажу, вот там Рома сидит, Рома, выйди туда, пройди вперёд, там на завороте стоит машина, садись и приезжай сюда. Дал ему приказ такой. Пошёл, через полчаса ему надели наручники, увезли в полицейское отделение. Это ж немыслимо! Братья и сёстры, Христос и это предусмотрел. И если хозяин скажет, зачем вы... Ну, хозяин скажет, это же его собственность, вы скажите, он надобен Господу. Братья и сёстры, во всём этом событии видна божественная личность Господа Иисуса Христа. Это кто-то вперёд! Я лично верю, это ангелы всё приготовили! Это должно совершиться, исполнится, исполнится. Тот час найдёте ослицу и молодого осла, на которого никто никогда не садился. Зачем это написано? Ну, а же молодой и сёлый... Братья и сёстры, это специально написано! Вы меня простите, я человек Средней Азии, Казахстана. Нам вот эти животные хорошо известны. Я с детства помню, я жил в такой районном центре, а вокруг казахские аулы. И когда в воскресенье, если бы вы видели, кавалерия вот этих ослов и шачков все едут на базар. А мы ещё смотрим, идёт это ослик или ишак, на нём лежит мешок, и сверху ещё казах сел. Совести нет, тяжело ж ему ехать. Ну, мы так, ребятишки бегали. Мы это видели воочию, воочию. Поэтому, братья и сёстры, может быть, что такое осёлы, шаг, мул, может быть, неизвестно в России, на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике, а нам это прекрасно известно. Братья и сёстры, слово, на которого никто никогда не садился. Это говорит о том, что это молодой осёл, он ещё не объезженный. Братья и сёстры, это точно так. Потому что, когда вот осёл вырастает, его надо приучить, чтобы на него садился. Кто читал книгу американского писателя Фенимор Купера? Там последний из Магикан, потом Всадник без головы, Соколины. Это целая серия его книг. Вот там показано, как ловили вот этих диких животных. Вот стадо мустангов. Почему машина сейчас, мустанг такая, знаете, крутая. И вот он бежит за ним. Это было как раз время индейцев с ними, конфликты постоянно. И вот там были вот эти, ну, аборигены, что ли. Они, у них-то, едут на лошади, у них такая верёвка, называется ласса. Они подъезжают к этому стаду, стадо убегает, и он берёт и бросает это ласса. А там такая петля, и на шею лошади. Одну он только может. Он начинает сильно тянуть, она его душит. Лошадь беснуется. Она не привыкла к этому. Это называется объездить эту лошадку. И он на с ней мучается, ездит, пока лошадь потеряет все силы, или упадёт, или остановится. Тогда он свободно ведёт её домой. Точно так же со слами. Его нужно было объездить, и на этого никто никогда ещё не... Это Христос первый сел. Я специально это подчёркиваю, братья и сёстры. Почему? Как Христос мог сел? Я свидетель, я видел, когда вот эти вот... Знаете, кто-то пытался, они сбрасывают с собой. Часто люди ранились, потому что эти животные протестуют. Но здесь полное смирение, братья и сёстры. Христос знал, что говорит. Он сел, этот молодой осёл, покорно идёт. Братья и сёстры, если это написано, значит, имеет какое-то значение. Имеет какое-то значение. Поэтому мы в этом усматриваем божественность нашего Господа Иисуса Христа. Торжественный въезд Господа. Тоже это интересно. Вот, братья и сёстры, вот это торжество возникло внезапно. Я вот сидел, размышлял, ну кто? Ну почему? Ученики ужасаются, ужасаются. Они, наверное, там идут за Христом, и вот страх, и ужас, и вдруг возникло это торжество. Они стали снимать свои одежды, постелать на дороги, постелать на осла. Это тоже табычай Ветхого Завета. Я вам напомню такой случай, когда после Ахава, это крайнего, ну, негодного царя Израиля, был его сын Иорам, и Господь хотел вразумить этот народ за отступление, и он повелевает Елисею, там написано, Елисей приглашает своего слугу, говорит, возьми сосуд с Илеем, иди вот туда, там собрались военачальники, и среди них Илеуй, главный военачальник, подойди к нему, вызови его в другую комнату, и выли ему на город, на голову Елей, и скажи, помазую тебя царя в Израиле. Этот слуга побежал, приказал пророк, он нашел эту комнату, где собрались эти военачальники, он подошел к этому Елию, говорит, у меня к тебе слово, начальник. Он встает, выходит в другую комнату, он молча выливает на его сосуд, помазую тебя в цари над Израилем, и выбегает, и убегает. Вот представьте эту картину, и когда Елиуй вернулся, а те видят, что тот побежал, слуга, он говорит, что тебе сказал этот, одержимый или что, он, говорит, сказал, помазую тебя царя над Израилем. Вы не помните, что они сделали? Они соскочили, и каждый взял свою одежду и постелили Илиую. Это обычай так. Одежду стелить царю. Это честь, братья и сестры. Вот это сделали люди. Это от Господа было. Потому что написано «Все царь твой грядет к тебе». Оно должно было исполниться. Мы, может быть, в вечности это узнаем, как это было предусмотрено перстом Божиим. Обратите внимание, что они говорили. Множество народа постелали одежды свои. Ну, братья и сестры, вот если бы мы сейчас вышли на праздник Благодарения, порой едут вот эти машины, там они разбрасывают конфеты. Вот такое интересное событие. Я сам это наблюдал. Вы скажите, я бы снял одежду, бросил под эту машину? Да никогда я посмотрел. Ну, чё они? Ну, и ладно. Проехали, и ладно. Вы посмотрите, люди снимали одежды и бросали под этого осла. Они признали в нем царя иудейское. Посмотрите, они кричали. Множество народа постелали одежды свои, предшествовавшие и сопровождавшие, восклицали «Осана сыну Давидову, благословен царь, грядущий во имя Господне». Они это открыто заявляли. Они громко кричали. Обратите внимание, они так кричали, что священники, там написано, подошли к Иисусу и говорят «Запрети ученикам твоим». Их можно понять. Они были ответственны за порядок в храме, в Иерусалиме. Они были как бы высшие израильские руководители. Там написано «Первосвященники и старейщины». Это начальство города Иерусалима. И они переживали, что значит царь иудейский. Это значит восстание против римлян. Римляне за этим буквально рядом выше храма был. У них там, знаете, эти, как она, крепости Антония. Они там держали свои вооруженные силы. Там были вот их солдаты. И они принули сразу. Мне непонятно тишина. Ни один римлянин не пришел. Они кричали «Сей есть царь иудейский». Братья и сестры, это специально для того, чтобы исполнилось Священное Писание. Я хочу показать еще на один момент. Христос должен был явить себя как царя. Хотя мы утром хорошо слышали, что это будет все в продолжении, в будущем. Это действительно так. Но там он должен был явить. И вот когда мы читаем, посмотрите, Иоанна, Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 33 стиха. Тогда Пилат опять вошел в приторию, это уже суд над Иисусом, спустя несколько дней после торжественного, и призвав Иисуса, сказал ему «Ты царь иудейский». Братья и сестры, Пилат представлял римского кесаря, римского государя, царя, императора. Он предоставлял, и он не должен был никого иудеи. Иудея постоянно возмущалась. И туда направлялись начальники, военачальники, подавляли всякие бунты. И вот Пилат задает ему вопрос, смотрите, Иисус отвечал ему «От себя ли ты говоришь это или другие? Сказали тебе о мне?» Пилат отвечал «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал «Царство мое не от мира сего». «Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему «Итак, ты царь?» Иисус отвечал «Ты говоришь, что я царь». Это утвердительное, такой был образ разговора. Обратите внимание, это очень важный момент, это провозглашение Иисуса Христа царем иудейским. Это было в Иерусалиме. Я хочу немножко, братья и сестры, остановиться на этом. В Иерусалиме. Почему в Иерусалиме? Когда мы читаем Священное Писание Ветхого Завета, во времена Давида в Иерусалиме жили и его сии. Это языческие племена. И когда Давид хотел взять эту крепость, крепость, и он подошел к нее, они со стены отвечают, да ты не возьмешь никогда, да наши слепые хромые отгонят тебя. И написано, Давид взял крепость и сделал его своим городом. Вот почему Израиль сегодня говорит Иерусалиму как столице Израиля три тысячи лет. Действительно, это сделал Давид, отец Иисуса Христа, праотец. Вы посмотрите, это полное исполнение. Я вообще, когда вот смотрю, вот смотришь Иерусалим, вот, но избрал Иерусалим, чтобы пребывало имя мое. Это Соломон, когда освещал храм, он сказал от имени отца, то когда-то Господь сказал, что он избрал Иерусалим. Мы видим величие Иерусалима, братья и сестры. Соломон настолько его украсил, настолько это было величественное явление, что когда пришла царица Савская, братья и сестры, не фермер, не крестьянин с посохом и с мешком на плечах, а пришла царица Савская, она пришла с великим, знаете, кортежем, она пришла с огромными богатствами, она подарила Соломону, очень много написанное, никогда не приходилось столько благовений, благовений, как во время царицы Савской, и когда она посмотрела на Иерусалим, на царя, на кругом, и говорит, я в стране моей много слышала о тебе, половину не сказано мне, то, что я увидела, это братья и сестры, Иерусалим, при Соломоне он был на самой высоте славы, почитание Иерусалима, помните Ниемия, когда он служил виночерпим у царя Артарксерсе, и как-то во время там царской он хотел ему подать вино, это его была работа, он подавал кубок царю Артарксерсю, Артарк глянул на него, что-то ты печален, вроде не болен, что с тобой, братья и сестры, быть присутствием царя печальным, это признак смерти, смерти, и написано, Ниемия сильно испугался и сказал, как не быть печальным, если город гробов отцов моих в запустении, что ты хочешь, пусти меня, чтобы обстроить, братья и сестры, обратите внимание, какое стремление к Иерусалиму, у этого виночерпия он имел все абсолютно, он достиг карьеры высокой, но его помыслы к Иерусалиму, а вспомните Даниила, пленник, стал примтерм, министром Вавилонского царства, поднялся на высоту, один царь выше него, но он открывал окна против в Иерусалима, и несмотря на запах, три раза в день славословил Бога. Братья и сестры, это Иерусалим. Мы сегодня вот смотрим, друзья, вот обратите внимание, если вы откроете 136-й псалом, там написано плач пленных иудеев, и вот там такие слова, когда их вели в плен, когда Иерусалим Вавилоном был взят и разрушен, и их вели в плен в Вавилонское царство, и там, там, при реках Вавилона сидели мы и плакали. Посмотрите, если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилип не язык мой, гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселье моего, вот когда они вспомнили, когда при реках Вавилона сидели и плакали. Вы знаете, братья и сестры, я где-то нашел интересное стихотворение Глинки, песнь пленных иудеев, когда влеком и в плен мы стали, от стен сионских далеки, мы слез ручьи не раз мешали, с волнами чуждые реки, печали молча мы грустили, все по тебе, святой сион, надежды редко нам светили, и те надежды были сон, замолкли вещи и органы, затих веселый наш тимпан, напрасно нам гласят тираны, воспойте песнь сионских стран, сиона песни глаз свободы, те песни слава нам дала, в них тайны мы поем природы и бога дивного дела, не имей орган нас золотистый, как занемел наш в рабстве дух, не опозорим песни чистой, не ей ласкать злодеев слух, увы, неволи дни суровы, органам жизни не дают, рабы влачащие оковы, высоких песен не поют, песнь пленных иудеев, отношение к Иерусалиму, вы знаете, братья и сестры, когда я вот прочитал, если забуду тебя Иерусалим, забудь меня десниться, вот отношение к Иерусалиму, я невольно перекинулся на нас с вами, у нас должно такое быть почтение Господу к церкви, если я забуду церковь тебя, если я буду небрежен к тебе, если я буду холоден к тебе, вот братья и сестры, посещение, оно говорит об этом, братья очень хорошо пели перед миром растленным, Христос, ты стоишь безгранично великой печали на несчастную нашу планету глядишь и скорбишь, что так низко мы пали, лицемерно братья пели, возбужденно в оригинале, лицемерно тебя словословим поем, иногда о тебе даже спорим, но делами едва ли тебя признаем, и любви твоей вовсе не стоим. Вот братья и сестры, наше отношение к церкви, вот друзья, дорогие, мы порой просто забываем, сколько мы получили от Господа. Вот мы поем, милости Господни, вспоминай, считай, всех доедино, в сердце вспомни, как он чудно забыл слово, удивляться будем, что он совершил. Братья и сестры, если мы живем внутренне, Христом, если он наполняет наше сердце, вот это влечение к дому, братья и сестры. В 26-м псалме, помните, одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем, созерцать красоту Господню и посещать храм его. Три момента, было у Давида, быть в доме, внутри этого, в церкви, созерцать красоту Господню и нашу красоту. Мы порой одеваемся. Вы меня простите, братья и сестры, когда я был в Корее, в Южной Корее, в городе Сеуле, это был Всемирный конгресс баптистов, и там мы были во многих корейских церквях. И что характерно, там большие церкви, шесть тысяч, ну, Янгичо, это что-то такое, шестьсот тысяч церковь. Там такое огромное, что мы надо было, знаете, в что-то, в бинокль рассматривать. Я только там вдали увидел кафедру, и там сидел брат, наш комендант, Григорий Иванович, председатель, он тоже там был. Но я хочу сказать, хор сидел. Вот я разглянул, больше мне не интересно. Они абсолютно все были одинаково одеты. У них там внутри было, а сверху они приходили и такие, ну, я называю балахон. Они одевали вот как священники до низу. Они очень красивые были, но никогда люди не рассматривали, в чем одеты. Мы сегодня утром пришли, и я уже старый человек рассматривал, кто как одетый, кто по моде, кто без моды, кто, ну, это свойственно нам. А я представляю, как сестры это полсобрания судили, кто как одетый. Вот, братья и сестры, быть в доме твоем, созерцать красоту Господню. Вот это состояние, это возвышенное состояние, подняться выше наших эмоций, наших, знаешь, таких плотских взглядов, созерцать красоту Господню. Это наша задача сегодня. Я хочу еще вот что сказать, братья и сестры, посмотрите, будущее Иерусалима. Я просто прочитаю одно место, утром очень было хорошо сказано, это все в будущем. Сегодня написано, Захария тот же пишет в нескольких главах, что те, которые будут поднимать Иерусалим, они надорвут себя. Мы сегодня это видим. Вот сколько я живу на земле, уже к 80, братья и сестры, Иерусалим не сходит с прессы всех мир, всех стран мира, не сходит. Ни одно место, ни одна страна столько не будируется, как Иерусалим. Только американские президенты, посмотрите, каждый президент пытается решить вопрос Иерусалима. Кто будет поднимать его, надорвется, потому что он во власти Господа. Для Господа Иерусалим, братья и сестры, это будущее столица мира, когда народы, оставшиеся на земле, в тысячелетнем царстве, они будут приходить для поклонения Господу в Иерусалим, и там будет престол Давида. Братья и сестры, это будущее, А вот посмотрите, что об этом сказано Матфея 23. Матфея 23. Истинно говорю вам с 36-го стиха, что все сие придет народ сей, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланный к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели, все, оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне. Это будет, братья и сестры, когда Иерусалим будет окружен войсками Антихриста, утром было об этом сказано, и как будто для евреев будет полностью погибель, нет надежды, и написано, в это время станут ноги Господа на горе Елеонской, это защита, он придет, и вот тогда эти евреи, иудеи, они возрядно того, которого пронзили, там, кажется, в 12 главе Захарии, там вся глава посвящена покаянию евреев, там каждое колено отдельно, семьи отдельно, мужья отдельно, жены отдельно, это плач Израиля, это будет великое покаяние, это совершено, тогда, когда они скажут, вот он, грядет во имя Господне, это будущее, братья и сестры, поэтому сегодня, заканчивая вот эту мысль, главное, братья и сестры, утром было много сказано, Христос, подойдя к этому городу, заплакал, немного мы видим в Евангелии, когда Христос плачет, немного, может, два-три места, а здесь заплакал, в этом восторженном шуме, когда все торжествуют и кричат, грядущий царь во имя Господня, Асана Вышних, он стоит и плавает, ой, если бы ты узнал, хотя всей твой день, что служит к миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих, братья и сестры, это аналогия или пример к нам, вот мы ходим на собрание, все ли мы впустили Господа Иисуса в свое сердце, все ли мы примирились с Ним, и Христос живет в моем или твоем сердце, сколько раз я хотел, вы не захотели, братья и сестры, вот это состояние спасения, вот обратите внимание, все, царь твой грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий, братья и сестры, это характеристика нашего Господа, Он, во-первых, праведный, Он когда-то сказал, кто из вас обличит меня в неправде, и не нашлось такого, как-то я прочитал такую небольшую суправку Эйнштейна, это великий иудей, но мы ученые, которые занимался это светило мира, я недавно прочитал, что Он вел такую непутевую жизнь, распутную, но Он благоговел пред именем Иисуса, Он не был верующим христианином, но Он говорил имя Иисуса, Его жизнь, она удивляет меня своей цевятостью, братья и сестры, праведность Иисуса, пытаются сегодня грязные люди как-то наклеветать, но вы посмотрите, две тысячи лет на земле проповедуется имя Иисуса, и даже в советские времена вот эти негодные люди, атеисты, безбожники, они говорят, ну да, Иисус был, конечно, хороший, Он очень правильно поступал, да, надо подражать Ему, но Он не Бог, просто надо подражать, братья и сестры, к этому сегодня ведет либеральное богословие, они сомневаются в божестве Иисуса, они говорят, это действительно пример для нас, и мы должны на земле построить по примеру Иисуса такое общество, это бред, друзья дорогие, человек в грехах живет, поэтому сегодня Бог праведный, спасающий, откровение, я не помню, или в седьмой главе, или в шестой, там написано, Иоанн Гот увидел, я великое множество людей, которых невозможно было сосчитать, вот сколько читаю, братья и сестры, еще для себя объяснить не могу, не могу объяснить для себя, ну как нельзя посчитать, сегодня миллионы, миллиарды, сексиллионы и так дальше, квартиллионы, там знаете, ну можно посчитать, невозможно посчитать, вот братья и сестры, столько будет спасенных людей пред престолом Бога, там написано, зато они непрестанно будут пред престолом Бога, братья и сестры, спасающий, был Конфуций, был Будда, был Мухаммед, сегодня сколько этих учителей, но они оставили за собой никакого спасения, они затумали, затуманили людям разум, Христос приносит спасение, если мы его испытали, мы его понимаем кроткий, братья и сестры, это вечный пример для нас, вечный пример для нас, если Христос, он однажды ученикам, они знаете, спорили, кто из них старше, это свойственно нам, мы сидим, ну кто спустился, ну я, или ты, или кто, нам это свойственно, если мы не спорим, то только из хитрости, но внутри мы думаем, ну кто же, ну, наверное, я повыше, Христос показал пример, когда он умывал ноги, я учитель, я сын Божий, и я действительно это, но если я умыл ноги вам, вот братья и сестры, пример кротости, как мы должны ходить друг перед другом, с кротостью, наставляя друг друга, пусть Господь благословит, что в этот праздник входа в Иерусалим Иисуса Христа, Он осветил Его Божественную Личность, полную красоты, силы, праведности, несущего спасения, спасения. Он плачет, братья и сестры, нам тоже это непонятно, но я бы, например, я вот так порой размышляю, ну вот представьте, я на месте Господа, Он же видит вот эти миллиарды спасенных людей, и Он стоит перед кучкой Иерусалима и плачет об этих людей, ну я обмахнул луком, ну не хотите, ладно, погибайте, как где-то я прочитал в одной книге, один проповедник так бы, где-то в Америке или в Европе проповедовал об Иисусе Христе, и потом говорит, ну а кто не верит в Иисуса Христа, что Сын Божий, а там сидел один чернокожий, пьяный был, он говорит, я не верю, тогда проповедник сказал, и не погибай в неверии своем, ну человек так может сказать, Христос так не сказал, он плакал об ужесточении, о том, что они не хотят принять эту милость и любовь, братья и сестры, потрясающая любовь, она недоступна для нашего разума, просто пусть Господь поможет, что это образ, мы входим в празднование Пасхи, воскресение Его, это действительно торжество, но обойти вход Иисуса в Иерусалим, Его вот личность невозможна, поможет нам Господь в этом, и да благословит Он нас, аминь, молиться. Субтитры создавал DimaTorzok